Встреча со звездами. Занятия с экспертами. Мастер-классы от видных российских деятелей культуры. Три дня Международного детского форума превратились для ребят со всей страны в настоящий каскад знаний, впечатлений и творчества. Образовательные направления затронули самые разные сферы культуры и искусства. Музыку, театр, кино, журналистику, хореографию и литературу. Поделиться с ребятами опытом и знаниями на площадке форума пришли Юрий Башмет, Егор Дружинин, Надежда Бабкина, Евгений Миронов и другие звезды отечественной культуры. Эксперты щедро делились опытом и отдавали должное юным талантам. Классные ребята, очень заряженные на взаимодействие. У них потрясающая энергетика. И заметил, что они очень эрудированы, что тоже немаловажно. Пообщаться с участниками форума на площадку пришла и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. На ребят Ольга Борисовна возлагает большие надежды. Ведь именно им определять, каким будет культурное будущее нашего государства. И очень хочется, что именно познакомившись друг с другом на этом культурном форуме, вы потом пригласили бы в зал уже нас. И мы аплодировали вам. Территория форума представляла собой целый город. Помимо основных залов, где проходили встречи с экспертами, несколько сцен, зоны с мастер-классами, площадки совместного творчества и выставочные залы. Проявить себя на форуме мог каждый. Художники создавали арт-объекты, музыканты давали концерты, танцоры проводили флэш-мобы. Не обошлось и без интеллектуальных сессий. Сейчас здесь проходим ГАТО. Мы с ребятами приехали, чтобы собирать звук и придумали проект «Мосты в будущее». Впрочем, можно уверенно сказать, что настоящим мостом в будущее культурной России стал сам детский форум. За три дня интенсивной работы его участники не только повысили свой уровень владения тем или иным мастерством, но и всерьез задумались о том, что ждет различная сфера культуры и искусства в будущем. Ну, мне кажется, что все изменится и все будут играть на электроинструментах, но все равно останутся инструментальными. Новое – это хорошо забытое, старое. И мы, естественно, будем возвращаться к истокам народной музыки и хоровой. Роботы нас не могут заменить, как говорится. Хотя сейчас популярно нейросеть, все остальное. Но я думаю, что люди останутся и будет театр. Три дня насыщенных и полных событиями для всех участников форума пролетели незаметно. Но нет сомнений, что для будущего культуры и искусства России во многом именно они станут определяющими.